Про гордость наверняка каждый из нас слышал, а многие и обладают ей. Откуда она берется у нас? Правильно, и она прививается с рождения, воспитанием, средой, окружением. И в тот момент, как мы соглашаемся на это, мы, естественно, начинаем чем-то гордиться. Как только мы гордимся, у нас появляются зачатки эго. Эго – это ум, кокон, обусловленность, которая нас якобы формирует. Формирует, и мы верим в эту форму, потому что мы ее сформировали, она наша. Как только мы имеем эту форму, базирующуюся на гордости, мы взращиваем свой небоскреб в виде эго. И этот небоскреб вынужден уже достраиваться дальше, потому что мы ни хрена себе какую конструкцию построили. Мы не можем на другом каком-то фундаменте ничего строить. Мы строим на гордости. Как только у нас есть эго, мы этим эгом, как мощным магнитом, пытаемся насильно притянуть все к себе. Не сами пойти и расшириться, да? А как магнитное поле мощнейшее, мы пытаемся тянуть, тянуть. У нас тратится на это сила. Объекты воздействия, на которые мы оказываем вот это влияние магнитным полем, они испытывают на себе, если они с этим согласны, ощущение того, что на их поле магнитное, на их сознание, на их обусловленность, гордость, привычки, ритуалы, да, пытаются повлиять. Если они ввязываются в эту игру, идет противостояние двух магнитных полей. То есть как два магнита, если друг друга притягивать, да, ну, одинаковому полю, там, например, с плюсом к плюсу, да, то идет отталкивание. Если минусом к минусу, тоже отталкивание идет. Если плюс к минусу, тогда притягивается. Но, как правило, поля возникают, ну, одна... Однонаправленные, да? И поэтому во время этой борьбы тратится количество колоссальной энергии на то, чтобы магнитное поле поддерживать, да? Если просто развернуться другим зарядом и примагнититься, если просто перестать излучать это магнитное поле, которое подавляет остальных, то что произойдет? Что произойдет? Эго перестанет существовать. А так как оно перестанет существовать, станет очевидной картина, что все, что нас окружает, это наше подсознание, тире природа, тире отражение. Много знаков вокруг нас, которые говорят нам, что делать. В силу нашей конструкции ментальной мы на это не обращаем внимания. Мы идем дальше, строить свой небоскреб. Хотя нам уже говорят, смотри, вот есть интересный момент какой. Но это интересный момент, к примеру, если сравнивать с небоскребом. Он выглядит как холупа какая-то, да, сарай. Но он интересен. То есть есть вектор направленности в сторону этого интереса какого-то нового. Но мы строим свой небоскреб, потому что мы уже давно его строим. И как же мы можем отбросить гордость, отбросить патриотизм, отбросить понятие Родины, отбросить понятие долга и так далее, о котором мы даже представления не имеем, что это такое. Просто бросаемся словами. А если разобраться в этих словах, то у них смысл совсем другой. Вот если разобрать, например, слово патриотизм. Что это такое? Патриотизм. То есть это отечество, да? Ну, отец, патрио, отец. Кто у вас родной отец? Родной отец у вас ни в коем случае не святой отец, не президент, не руководители страны этой, не чиновники, да? Ваш отец это и есть ваш предмет патриотизма. Его отец это предмет его патриотизма. И в итоге ваш патриотизм уходит в ваш род. То есть родовая связь это и есть настоящий патриотизм. А ее как таковой уже нет у человека. У человека есть искусственные ориентиры, на которые он как мотылек летит, потому что все туда летят. А что туда лететь? Блин, ну патриотизм, гордость должна же быть, толк надо же отдавать. Вот. Если резюмировать эту сложнейшую дискуссию, то можно сделать вывод, что эго нам создает какие-то иллюзии, за которые мы потом держимся, потому что мы якобы их сами построили. Мы с ними согласились. Среда сформировала в нас какой-то коридор, в котором мы уже более-менее ориентируемся. Тот коридор, который ведет назад или вбок, или наверх, или куда-то еще, он для нас смертельно опасен. Мы там не были, мы не знаем, что там. И вообще не принято, так нельзя. Так никто не делает. А ты посмотри, вот разве так можно? Тебе не стыдно? И вот эти все шаблоны, которые мы сами себе же и транслируем, уже подсознательно, они как часть тела, наверное. Но с частью тела сложнее. Они у нас, ну, болезненно от них отказываются, да, если вдруг, не дай бог, кому-то там что-то отделили от тела, то ты уже лишен каких-то действительно полезных функций. С ментальными каркасами все намного проще. Если ты от него откажешься, ты почувствуешь легкость. Вот в чем загвоздка, да? А мы считаем это своим телом. Это не тело. Вот если проанализировать, находясь там, не знаю, в медитации, концентрации, или еще как хотите, просто в расслабленном состоянии на пляже вы лежите, да и начинаете ощущать себя частью всего целого. Вот просто предположите. И вы увидите, что все ваши установки, желания, страхи, там, гордость, патриотизм, оно не вписывается в это понятие «я целая». Его там вообще нету. Вообще. И вот это состояние, если укоренять, то есть регулярно на эти темы просто думать, то ваш фокус внимания туда переместится, и будет очень просто там. Ну, один из вариантов. А так вообще-то вариантов очень много, потому что подсознание – это и есть наше окружение. То есть вот все, что нас окружает, стена за мной – это мое подсознание. Потолок надо мной – это все мое подсознание. Солнце, которое светит там за тучами – это тоже все мое подсознание. Например, какой-то беспорядок – это тоже мое подсознание. Если навести порядок, вы наводите порядок в своем подсознании. Если вы что-то убрали, покрасили, помыли, ну и так далее, вы наводите в физическом эквиваленте подсознания, наводите упорядоченность. Вот к чему я призываю. Все за упорядоченность. Все за упорядоченность. Спасибо.